Здравствуйте! Сегодня утром начинаем с хорошего настроения и важных новостей в студии. Роман Щукин, Михаил Шахназаров и Анна Хрупина, разумеется. Пожалуйста, запоздала реакция у тебя сегодня. Ну ладно. Но вы знаете, я не смогла пройти мимо скандального интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл, его супруга, далее Опри и Уинфри. Ну и, собственно, давайте разберемся, во-первых, что-то было, во-первых, для чего они решили вдруг публично выставить. Может быть, это ростовая кукла? Невозможно, чтобы так он мило пришел, посидел, как человек, вот так вот и ушел потом. Нет, но это очень опасная аттракцион, потому что медведь самое непредсказуемое животное считается. Он может быть на живую руку. Так почему же светское интервью вызвало такую бурную реакцию? Какие обвинения выдвинула Меган Маркл против королевской семьи? И есть ли во всех этих откровениях материальный интерес? Вот об этом поговорим с сотрудником Центра британских исследований Института Европы РАН Олега Махошина. Доброе утро. Проходите, пожалуйста. Доброе утро. Приветствую вас. Присаживайтесь. Спасибо. И здесь вопрос. А кто может обладать большим весом, репутационным? Кто может во дворце или во дворе принимать такие репутации? Ну, тут они припедняются. И всегда был. Мне кажется, это ее решение. Спасибо вам огромное. Во-первых, во-первых, вот смотрите, во-первых. Перепутация новостей. Покажем северное сияние, которое разыгралось средь бела дня. Это программа «Сегодня утром», и мы продолжаем. Это катаклизмы, Ромочка. Да. Можно представить, сколько можно было бы на туризме заработать, катая туристов вот на этом паровозике. В неизъяснимой мудрости своей. Кто руководил разведцентром в Си-Си, ни чем закончилась операция в этом портовом городе, выясним это вместе с историком, писателем Александром Бондаренко. Здравствуйте. Доброе утро. Александр Юрьевич, одной из главных задач нашей контрразведки была поимка человека по имени Дзюнзи Минадзума. Такое сложное имя. Кем он был, этот человек, и почему так важно было его остановить? Это был руководитель разведцентра Японии. Там было очень много материалов, интересующих нашу, наши спецслужбы, и поэтому этот человек вызывал естественный интерес. Понятно. Наша контрразведка охотилась... Вот этого я не знаю, потому что, в принципе, все отработано. Методы, они достаточно известные, достаточно старые, так сказать, в разведке. Поэтому, и они все закрыты, все равно, почему они так не открываются. Расстреливать было не за что. Но человек очень много знал, поэтому выгодно было бы, что он исчез. А он же не был никаким нашим противником. Было очень интересно. Спасибо большое. О том, как советские контрразведчики взяли в плен главу русского департамента японской разведки, мы говорили с историей, как обгоревший лист бумаги помог найти мастера шпионажа. Почему молодые и здоровые солдаты боялись дряхлого старика. И кто опознал Дзюнзи Минадзуму. Смотрите сегодня вечером на телеканале «Звезда» новый выпуск документального сериала «Секретные материалы» с Андреем Луговым. Он называется «Охота на самурая». И после выпуска новостей расскажем о новых тактических приемах, которыми узнаем у полковника службы внешней разведки в отставке Елены Вавиловой. Елена, здравствуйте. Добрый вечер. Пожалуйста, рады вас видеть. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Это, как говорится, риск профилактики. Даже если мы возьмем работу разведки, с одной стороны, над менталитетом, который нужно было через язык получить. Я понимаю, что я очень мало занимаюсь. Если это уделять много времени, можно дать. То есть ты сам себя должен и мотивировать, и заставлять. Это были в 80-е годы. То есть железный занавес. Мы ничего не знаем. Сканировали, где обычно. Это называется... Времени страшно или в какой-то момент становится уже привычно и естественно? Конечно, привычно. Когда язык... Стереотипы, которые не соответствуют действительности. То, что капсула с цианидом в зубе, к примеру, стреляет. Чем как бы невзрачнее он есть, тем лучше. За исключением, пожалуй, того, что присущи, наверное, разведчикам, потому что они работают с людьми. Вам что-то рассказать? Теперь я понимаю, почему выбор советских спецслужб впал именно на умение расположить. Это тоже тренировок. Балтать и не размешивать. Ничего вот такого. Спасибо большое. О работе разведчиков мы говорили с полковником службы внешнеразведки. Встреча завтра утром, ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостей. Всем пока. Счастливо.